Всем привет, дорогие друзья! С вами Миря, вы на канале Зверьё. Я вам сегодня покажу свою мышку, чем я пользуюсь. Это Corsair модель Qatar за 3000 рублей. Поехали! За последнее время это вообще первая проводная мышка, которой я пользуюсь. До этого у меня был Magic Mouse и вуаля! Данную мышку я использую на компьютере от персональной системы Windows. Сразу скажу вам про два минуса. Во-первых, она довольно-таки маленькая. Для такой большой мужской руки приходится её обхватывать неполной такой ладонью. И второе, это не меняющиеся цвета подсветки. Здесь только красный, его можно либо выключить, либо включить. Но нельзя настроить яркость. Ну а теперь давайте перейдём к просмотру мышки. Отличительная особенность данной мышки состоит в том, что она поддерживает до 8000 DPI. То есть это суперчувствительность. Я на такой работать не могу, потому что это суперкруто. У меня где-то средний там стоит, по-моему, 2000. И это вот, наверное, максимум, на котором я могу пользоваться мышкой. Весит она 85 грамм и поддерживает режим Pro Player. Короче, там можно в настройках загрузить уже предустановленные настройки мышки от известных игроков. Вот, к примеру, игрок пишет, что Qatar has the performance I need, the comfort I want. Короче, Qatar даёт мне производительность, которая мне нужна, и комфорт, который я хочу. И все мои настройки всего в один клик. Извините за мой английский, но здесь вкратце вот так написано. Здесь настраиваются четыре кнопки. Раз, два, три и четыре. Данная клавиша отвечает за настройку DPI, быструю. Там можно сделать до пяти настроек. В программе предустанавливаете, сколько у вас чувствительность будет на каждый клик. К примеру, я первый делаю на 100, это самый минимальный. Второй, к примеру, на 800, потом 1500, 2500, и потом, к примеру, на 8000. Я в режиме игры могу все это дело менять. Ну и также на каждую кнопку вообще могу настроить любое действие. Колесико ребристое, нажимается, катается хорошо. Верх мышки выполнен в таком soft-touch матовом пластике. Здесь у меня, ну она просто рабочая, уже, видите, немножко от пачеков потерлась. Сбоку это такой вот матовый ребристый пластик. Ну так, в принципе, пальцу удобно. Здесь, видите, анатомическая форма, чтобы большой палец у нас сложился. Кстати, мышка подойдет как для правшей, так и для левшей. Данный логотип подсвечивается, я вам сейчас попозже покажу. Снизу находятся тефлоновые такие вот ножки. Я использую мышку без коврика. Здесь стоит сенсор PixArt 3090. Не знаю, зачем такая информация нужна. И, соответственно, провод. Кабель у нас имеет длину 1,8 метра. На конце у нас USB. Так вот он красиво сделан, видите, желтеньким. Ну и, соответственно, самый обычный кабель. Эту штучку можно снять. Дальше я, чтобы далеко не ходить, покажу на примере мобильного телефона. И вот этот логотип подсвечивается. Его можно либо выключить, либо сделать волной. Но также имейте в виду, если у нас клавиатура и наушники тоже от Corsair, то можно через программу сделать их, синхронизовать. То есть они у нас будут мигать одновременно. Давайте попробуем войти в меню и пролистать что-нибудь. Супер! Данная кнопка, которая меняет чувствительность, она мне очень нравится. Вот мышка сейчас. Сейчас она двигается на комфортной мне скорости. Я могу увеличить это и сделать вот самое максимальное, которое у меня стоит. Сейчас у меня их три всего режима. Я между ними переключаюсь. То есть тоже я могу его включать, к примеру, из трех-пять. Ребят, пишите в комментариях, какими мышками пользуетесь вы. Как вам мышки от компании Corsair. Я пользуюсь, мне нравится. Ну все, с вами был Илья. До новых роликов. Пока! 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 Продолжение следует...